В Магнитогорск пришел большой бокс. Ветераны ринга помнят то время, когда в городе Металлургов проводилось первенство Центрального Совета ДСО Труд. Другие крупные российские соревнования. Но первенство вооруженных сил впервые. Это признание авторитета турнира памяти Евгения Алиханова, воина-афганца, нашего земляка. За последние годы он набрал мощь и популярность. На турнир начали съезжаться известные мастера из самых дальних уголков России. И нынче его решено было совместить с первенством вооруженных сил. Вам удавалось выигрывать вооруженные силы еще СССР в своей жизни, так? Да, да, да. А когда это было? Это было в 71-м, я их выиграл два раза в 72-м году. Это было в Севастополе, финал был в Севастополе, провела три боя там, 8 человек туда попадают. И в Калининграде в 72-м году. Тоже три боя, три победы. Олег, а что значит для спортсмена, вообще для боксера выиграть вооруженные силы? Я знаю, что это самый сильный состав, боксерский. Ну, вооруженные силы в то время, это была самая сильнейшая команда в Союзе. Она постоянно выиграла Кубок Союза, постоянно. Там были такие боксеры, как чемпион Европы Ульянич, чемпион Олимпийских игр Лемешев, чемпион мира Соломин. На 90% этот турнир финансировался советом директоров фирмы «Кредо». И поэтому его организаторы были вправе рассчитывать на отдачу в виде переполненных трибун и ярких побед своих воспитанников. Надежды на то, что соревнования будут посещаемы, как видите, оправдались вполне. Посмотрите, влево, вправо, наверх, трибуны, я не знаю, выдержать нет от того количества участников. В последнее время... Больше двух тысяч? Да. В Москве бывает столько, нет? В последнее время, вот я все чемпионаты страны был, везде, которые проводились, то есть столько участников и болельщиков мы не видели. Это очень здорово, что вот сейчас вот в магнитке возрождаются былые традиции. Ну а что касается ярких побед, то кредовцы на сей раз блеснули не только спортивным мастерством. Бой в финале ведет Виктор Буркин, кандидат мастера спорта против мастера спорта, очень опытного бойца. Его победить можно было только за счет воли, большого желания, с помощью страстной поддержки земляков. Виктор Буркин выиграл финал, и в награду ему была не только чемпионская медаль, но и приз за самый техничный красивый бокс. Я собрался с силой и выиграл у мастера спорта. Ты, говоря, вроде заканчивать собирался, да, до этого? Да, я собирался заканчивать. У тебя был перерыв, да? Был перерыв, да. Большой? Где-то год. А ты что? И вот теперь что, после таких побед впечатляющих, снова будешь продолжать тренироваться? Время покажет. На этих соревнованиях были почетные гости, одного из которых выделим особо. И не только потому, что на ласканево пиджака блестела звездочка героя соцтруда. Александр Антонович Заплатин, генеральный директор Ассоциации племенных хозяйств Измайловского-Кизильского района. Он не применил возможностью выступить перед участниками и гостями турнира с речью, которую вряд ли можно назвать предвыборной агитацией. Уважаемые молодые люди, я очень сегодня, присутствуя на вашем очень важном мероприятии, жизненно важном, стревожен от всего сердца и выражаю глубокую и большую благодарность вашим организаторам этого мероприятия. Грена и Мэри города. Мне очень важно сегодня видеть такой большой коллектив молодых людей, занимающихся очень важным, большим делом в жизни и в будущем. Спорт, конечно, вы знаете, спорт он и придает большое здоровье, и отвлекает от всяких негативных фактов и мероприятий молодых людей. Значит, помогает набираться больше ума, помогает в учебе и во всех других жизненно важных вопросах. Значит, я, будучи по присутствию у вас, зарядился вашими боями, так что теперь буду до конца бороться, как и вы, спортсмены, за депутатское место государственной долги Российской Федерации и всеми силами помогать вам в развитии спорта и здоровья. Одним из самых ожидаемых был поединок супертяжеловесов. В ринге сошлись земляки. Николай Максимов, чемпион России в тяжелом весе. Экс-манитогорец, ныне временно проживающий по причине армейской службы в городе Челябинске. И Дима Дягилев, молодой мастер спорта, защищающий цвета спортклуба Кредо. Вес Максимова 137 килограммов, у Дмитрия на 27 меньше. Но Дягилев моложе, выше ростом и явно свежее. Козырь Максимова, колоссальный опыт, мощная правая и абсолютная непробиваемость. Как говорят в боксе, феноменальное умение держать удар. Вес в боксе, это не самое главное. Главное физическая подготовленность и техника, конечно. Но вес в боксе многого не решает. Ты знал, что Коля Максимов уже несколько лет был профессионалом, да? Да, я это знал. Он и сейчас является вторым номером по России в супертяжелом весе. Входит в сборную России. В 93-м году он выиграл чемпионат России. В России, родные стены, это многое сыграло. Что вы у себя дома боксировали. И для тебя в будущем, для боксера-супертяжа, сам моральный фактор играет, что ты победил самого Максимова. Максимова. Ну да, конечно, это тоже многое влияет. Да, влияет. Димочка, я поздравляю тебя. За себя болел сегодня весь Магнитогорск. Желаю тебе успеха. Спасибо большое. Ну и, наконец, слово виновнику торжества, председателю совета директоров фирмы Кредо. Не нужно долго искать причину, почему кредовцы любят бокс. Все они в свое время отдали этому виду спорта немало сил и времени. Ну а сейчас пестуют молодых. В нескольких боксерских школах города уже подготовлены высококлассные боксеры, Кредо которых только чистый спорт. Полгода назад я слышал о том, что вы собирались выйти на ринг именно на этом турнире. Почему не вышли? Дело в том, что в начале турнира предполагался как просто турнир, с которого приедут боксеры. Я и думал выйти. А потом получилось так, что этот турнир стал под эгидой вооруженных сил. Ну, честно говоря, я совсем недавно, только как начал опять, восстановил тренировки и не до конца думал, что буду готов, а позориться мне уже возраст не позволяет. Ну, сейчас уже все равно готовлюсь. Думаю все-таки попробовать возобновить бои на ринге. Но у вас такой вид, будто вы все-таки этот турнир именно провели на ринге. Отчего это так? Дело в том, что мы вот... Первый раз в этом году вся организация легла на Кредо. Первый раз. И финансовые, и организационные вопросы, и все вопросы. Поэтому сейчас я на самом деле, у меня такое ощущение, что будто бы я с ринга вылез. Сильно очень устал. Главное может быть в том, что вот мальчишки, которые здесь были, у них глаза светились. Пусть они будут лучше у нас в ринг, чем идут к наркоманам, к алкоголикам или в какие-то криминальные структуры. Спорт людей забирает, мальчишек забирает с подъездов, с улиц, он их забирает в спортзал.